Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Кокина Елена Сергеевна, учитель английского языка в средней школе номер 20 города Кирова. Представляю вашему вниманию интернет-ресурс по проверке письменных работ CloudText. Данный ресурс может быть интересен и полезен учителям, которые готовят обучающихся к итоговой аттестации. На слайде вы видите, что CloudText имеет как платный, так и бесплатный тариф. Сегодня мы подробно разберем только те опции, которые доступны абсолютно бесплатно. Работа на любом сайте или ресурсе всегда начинается с регистрации. Здесь она абсолютно простая, потребует от нас ввода фамилии, имени, отчества. Далее выбираем, что мы учитель, вводим свой электронный адрес и придумываем пароль. Далее на указанный при регистрации адрес придет подробная инструкция по работе с сайтом и небольшой обучающий тренажер, который снабжен голосовым помощником. Это очень удобно, потому что прежде чем мы приступим к проверке непосредственно ученических работ, у нас есть уникальная возможность потренироваться на тренажере. И голосовой помощник не только подсказывает, но еще и показывает, что и как делать дальше. Также на указанный при регистрации электронный адрес будут приходить уведомления о работах на проверку. Итак, мы зарегистрировались, перешли по ссылке и попадаем на стартовую страницу. Конечно, при первом посещении она будет пустая. Доступна для работы будет только вкладка «Предметы». С нее и начинаем свою работу. То есть нам нужно выбрать предметы, по которым мы будем осуществлять проверку письменных работ. Во вкладке «Предметы» доступны две опции. Это добавить предметы из имеющегося списка, либо создать свой собственный предмет или курс. И вы видите, что на данный момент в бесплатной опции доступна проверка ученических работ девятого класса по четырнадцати предметам и по пятнадцати предметам работ для обучающихся одиннадцатого класса. Добавлено итоговое сочинение и математика профиля. Добавление предмета очень легко осуществляется, и вы видели, как быстро и просто я это сделала. Также я всегда могу корректировать, добавив или удалив ненужные мне предметы. Как только предмет добавлен, у него сразу появляются автоматически рабочие клавиши «Дать задание». А на данной странице мы рассмотрим алгоритм создания задания. Итак, начинаем с названия. Хоть это и не обязательно, но я всегда работы озаглавливаю. Так удобнее проверять и мониторить. У меня это тест номер девять. Дату сдачи. Каждый учитель решает сам, нужно ли ему ограничивать срок выполнения заданий. Ну и далее у меня две активные клавиши. Это банк заданий. Я не мониторила другие предметы, но в банке заданий для обучающихся 11 классов находится 39 писем и 39 тем эссе. Для обучающихся 9 класса 77 писем формата ОГЭ 2021 года. То есть там уже новый формат, формат электронного письма. Итак, как же добавить задание? Раз, два, все, оно автоматически добавлено. Две секунды и задание сформировано. Если вы не хотите брать отсюда задание, вы можете всегда прикрепить свое. Будь то фотография или какой-то текстовый документ. Эта функция тоже доступна в бесплатной опции. Под заданием есть поле для развернутого ответа. И вы видите, что оно для меня недоступно. Здесь работает ученик. То же самое мы повторяем с темой эссе. Банк заданий, выбор, тема добавлена. После того, как вы полностью сформировали задание, мы нажимаем клавишу «Отправить» и автоматически создается ссылка на это задание. Ее легко отправить в электронный журнал либо мессенджеры. Перейдя по ней, каждый ученик выполняет полученное задание. Я считаю, что создавать работы в данном сервисе очень легко и интуитивно понятно пользователю любого уровня. Однако, помимо банка заданий, мы можем создавать и собственные тесты с автоматической проверкой. Для этого переходим во вкладку «Задание». Далее выбираем «Создать» и «Другое». И мы видим уже знакомый нам набор опций. То есть при создании тестов или проверочных работ основная работа ведется с клавишами «Добавить фрагмент» и «Добавить вопрос». Итак, «Добавить фрагмент», например, «Вставить фотографию для описания», также «Прикрепить текстовый документ», «Добавить вопрос». И в тестовой части доступны четыре типа ответов. То есть вы можете выбрать «Развернутый», «Краткий», «Единичный» или «С множественным выбором». Итак, если вопрос «Развернутый», я могу внести требование. То есть ответ должен быть в виде слова или предложения. Причем я могу ограничить минимум и сделать максимум. Ну и, соответственно, если у нас ответ подразумевает большое рассуждение, то и количество баллов за правильный ответ, наверное, стоит поставить побольше. Давайте еще создадим один вопрос. Но я хочу тест множественного выбора, чтобы было пять ответов. Посмотрите, как легко и быстро это все добавить. После того, как вы закончили создавать все вопросы, используем клавишу «Отправить», а полученную ссылку размещаем в электронный журнал. Сейчас мне хотелось бы показать, в каком виде приходят работы нам на проверку. Конечно же, есть автор письма, но он целенаправленно скрыт. То есть это была работа, это ответ ученика. Плюс данного ресурса, подсчет слов автоматически. И это позволяет экономить 2-3, иногда и больше минут на проверке. Далее, что еще мне очень нравится, это то, что критерии к проверке встроены автоматически. Конечно, у каждого предмета своя специфика, но это очень удобно, что они находятся под рукой, и в любой момент мы можем к ним обратиться. Как же проходит непосредственно проверка? То есть мы выделяем какой-то фрагмент или слово, и автоматически появляются типы ошибок. У каждого предмета своя специфика, но что касается английского языка, возможность выделения лексических, пунктационных, грамматических, логических, синтаксических, орфографических ошибок. Мы можем писать комментарии к фрагментам и решение коммуникативной задачи. Итак, вы понимаете, что я не проверяю работу, я только показываю доступные функции данного ресурса. Пишем комментарии, и внизу вы видите, что есть возможность прикрепить фото, например, правильное написание слова или правила, и записать голосовое сообщение. Но сразу скажу, что данные опции доступны только в тестовом режиме, а он длится 14 дней. Далее они отключены, либо только платный режим. Однако, считаю, что написание комментариев к фрагменту, и то это достаточно хорошая опция данного ресурса. Не забывайте, пожалуйста, сохранить, иначе все у вас пропадет. Дальше выделяем следующую ошибку. Давайте возьмем пунктационный, и оставить сам. Обратите внимание, что как только я выделяю ошибку и выбираю ее тип, подсчет сразу происходит автоматически. Комментарии даже после сохранения можно редактировать. Итак, вы видите, что тут ошибочки растут. Давайте еще раз выделим нерешение коммуникативной задачи. И теперь внимание, то есть количество ошибок посчитано, а баллы нам придется с вами редактировать вручную, потому что машина не в состоянии, видимо, отслеживать все нюансы, особенно все, что касается речевых ошибок и так далее. Но я думаю, что это несложно, и в принципе это достаточно удобно. Но я тоже делаю это чисто автоматически, чтобы показать все возможные функции данной работы. Итак, мы можем писать комментарий к каждой ошибке, объясняя правила. И дальше у нас есть возможность прокомментировать весь результат, дать какой-то совет, похвалить ребенка. Также всегда есть возможность сделать скрин экрана и, не указывая автора, разобрать на уроке какие-то типичные ошибки, чтобы в дальнейшем их избежать. То есть вот так выглядит проверенная работа для того, чтобы ее отправить обратно. Я не буду этого делать, иначе ученик в шоке будет в проверке моей. Мы нажимаем «Сохранить» и далее «Отправить». И точно так же, как учитель получает уведомление о работе на проверку, наши ученики получают сообщение о том, что ваша работа проверена. Посмотрите комментарии учителя и свой результат. Все проверенные работы автоматически сохраняются в личном кабинете. Они никуда не пропадают. То есть они расположены в хронологической последовательности. Вы видите автора, тему, по которой была работа, и количество баллов. У проверенной работы есть возможность только открыть. То есть вы можете пересмотреть, промониторить типичные ошибки. У работы, которая не проверена, либо проверяется, доступна клавиша «Проверить». То есть все работы сохранятся, они никуда не пропадут. В наши дни школьники все реже пользуются компьютером. Им удобно пользоваться своим смартфоном. Поэтому написать текстовое сообщение так же просто в CloudText, как и в обычном мессенджере. Рассмотрев основные бесплатные функции данного ресурса, считаем, что он может стать незаменимым помощником в работе современного учителя, так как позволяет быстро и качественно проверить большой объем письменных работ. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.